Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Сегодня мы записываем фестиваль Манны на Средиземном море в Кесарии Плестинской. Мы уже записали здесь несколько программ. Сегодня такой прекрасный день. Дует легкий ветерок, хотя обычно он здесь очень сильный. Здесь произошло много исторических событий, но я сегодня фокусируюсь на одной важной теме. Самой большой тайне небес. Апостол Павел писал, что ему стали известны тайны, хранимые Богом со дня основания мира. Мы знаем, что одна из этих тайн — это восхищение церкви. В первом послании Фессалоникицам, 4 главе, 16 и 17 стихах. Еще одна — это тайна воскресения мертвых. В 15 главе первого послания Коринфянам. Еще одна тайна о двух маслинах. Дикая маслина — это язычники, а садовый еврейский народ. Это 11 глава послания к римлянам. Тайна Христа и церкви. Тайн, сокрытых в Боге, очень и очень много. Интересно вот что. Эти тайны, о которых мы знаем из Писания, были сокрыты со времен Адама, включая времена Моисея. А затем времена пророков Исаии и Еремии, Агея и Малахии. После него, лишь 400 лет спустя, пришел Иоанн Креститель. Почему эти вещи были сокрыты от основания мира? Павел писал, дабы ныне сделалась известная через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Кажется, что Бог стремился скрыть какие-то истины от царства тьмы. В послании к Ефесиным 6 главе 12 стихе сказано о начальствах, властях, мироправителях тьмы века сего и духах злобы поднебесной. Получается, какие-то истины были скрыты от сатаны. Зачем Богу скрывать их от сатаны, своего противника? Думаю, ответ заключен в стихе из Библии, которую я сейчас перефразирую. Там сказано о распятии Христа. Апостол Павел писал, если бы власти этого мира знали, они бы никогда не распяли Господа славы. Контекст этих слов, если вы изучите его внимательно, звучит так. Если бы власти мира знали, или если бы сатана знал, что его поражение наступит вследствие смерти, погребения и воскресения Мессии и Иисуса Христа, он бы никогда не позволил его распять. Он бы не допустил того, чтобы Христос принес Себя в жертву. Однажды я размышлял, как Бог ждал, пока жизнь Христа, Его воскресение и вознесение на небеса не раскроют определенные тайны. Одна из тайн, которую Бог хранил со дня основания мира, это тайна, в которую некоторые христиане, особенно в Северной Америке, не верят. У них есть право верить или не верят, во что им угодно. Но если по Библии можно доказать неизбежность определенных событий, вы просто обязаны верить тому, что говорит Слово Божие. Верить не чьей-то интерпретации, а самому Слову. И вот что я обнаружил. Я учил на эту тему много лет, и все это время меня критиковали за это учение. Меня называли дьяволом, еретиком, лжеучителем и лжепророком. Однако, когда я начинаю учить этому по Библии, никто не может поспорить с объяснениями, которые я даю и с точки зрения евреев, и по Новому Завету. Они могут не соглашаться и спорить, смогут приводить в доказательства местописания, вырванные из контекста. Но они не в силах ничего опровергнуть. Речь об учении о восхищении. Я в это не верю. В Библии нет такого слова. Мы поговорим об этом в отдельном выпуске нашей программы. Я не верю в это потому-то и потому-то. Хорошо, мне не важно, что вы говорите о своем неверии, восхищение. Я в него верю. Адам Райтман сказал мне, «Однажды ты предстанешь перед Богом, и Он посмотрит на тебя, и перед всеми с упреком скажет, что ты еретик, ты учил о пришествии Христа и о восхищении, а это неправда». Я ответил, «Конечно, я предстану перед Богом, и Он упрекнет меня за то, что я призывал людей покаяться и жить с верой, потому что Иисус скоро придет». Стих, который я хочу дать вам, звучит так. «Последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Друзья, этот стих мог бы меня испугать. Одно дело просто сказать, «Я не согласен со сроками возвращения Господа». Я не спорю с людьми, случится это до, во время или после скорби. У меня есть собственное убеждение, основанное на Писании. На эту тему я спорить не буду. Но порой мне говорят, Господь не вернется за своей церковью. Он просто придет и установит свое царство. Вот тут-то я не соглашусь. Хочу сказать вам вот что. Готовы услышать? Самая большая тайна небес в том, когда именно вернется Господь. Что говорит Библия? Я приведу слова самого Иисуса. Говоря о своем возвращении, Он сказал, «О дне же том и часе никто не знает. Ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Когда Иисус ходил по этой планете и служил, только одна личность знала, когда Христос вновь будет послан на землю, восхитит церковь и снова вернется. Это Небесный Отец. Вплоть до сегодняшнего дня я верю, что даже на небесах, куда призван Христос, первый священник исповедания нашей веры, эту тайну Небесный Отец хранит до сих пор. Однажды я сидел в своем офисе в Кливленде и говорил сам себе, «Пэрри, зачем Богу скрывать день и час возвращения Христа?» Я стал думать об этом и осознал вот что. Что если бы день и час возвращения Христа был бы известен с самого начала времен? Христос был агонцем, уготованным от сотворения мира. Енох, потомок Адама, задолго до рождения Господа, говорил, что однажды Иисус вернется на землю с десятками тысяч своих святых. Я подумал, а зачем Богу это скрывать? Наверняка это связано с ангелами. А теперь следите за моей мыслью. Если бы Бог с самого начала времен, еще до рождения Адама, открыл, что однажды Мессия придет, а затем в определенный день вернется, Сатана до своего падения уже знал бы этот час и этот день. Ну а мы идем дальше. Если бы этот день и час были известны на небесах и записаны в книге, тогда все, записанное в этой книге, стало бы известно всем обитателям небес. Я приведу пример. Библия говорит, что Сатана ходил вокруг Иова и его владений и увидел на нем защиту. Он пробовал проникнуть через нее, но не мог. Затем Сатана, Клевещущий перед Богом на братьев днем и ночью, как сказано в 12 главе Откровения, пошел в небесные палаты, где встречаются ангелы. В книге Иова написано так. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и Сатана. Господь спросил Сатану, «Видел ли ты раба моего, Иова?» Сатана ответил, «Да, видел. Ты кругом оградил его. Я пытался к нему попасть, но не смог. Знаешь, он боится хулить тебя. Убери от него свою руку, и он будет хулить тебя. Даю гарантию». Смотрите, Сатана знал, кто такой Иов. Сатана знал, как Иов был богат, знал, что у того есть дети, жена и слуги. Он знал, что Иов регулярно приносит жертвы из-за опасения, что его дети хулили Богом. Сатана располагал земной информацией и предоставлял ее на небесах. Бог Небесный уже знал об Иове, который жил на земле, и признавал, что оградил Иова. Это говорит о том, что у ангельских существ есть информация. В 18 главе 2 книги Паралипоменон «Господь хотел увлечь Ахаба, чтобы тот пошел на войну и был там убит». Писание говорит, что небесное воинство стояло справа и слева от трона Божьего. Бог спросил у этих ангелов, у духовных существ, кто пойдет и увлечет Ахаба, чтобы тот погиб в этой битве. Один ангел сказал, «Я могу». Вышел второй, «Нет, я могу это сделать». Еще один сказал, «Я пойду и буду духом лжи в устах его лже-пророков». Они убедят Ахаба пойти на войну. Господь сказал, «Так и сделай». Ангелы на небесах составили план, чтобы исполнить цель Бога на земле. На небесах известны цели Бога, там известны планы. Ну а мы изучим первую и вторую главы книги Иова дальше. Сатана на небесах располагает информацией. Откуда мы это знаем? Откровение 12 глава. Он обвинитель, клеветник. Днем и ночью он стоит перед Богом и обвиняет братьев. Он располагает информацией о земле, которую получает на небесах. Помните, Господь взял двух ангелов в Содом и Гаморру. Написано, что Господь пришел к Авраму с двумя ангелами. Бог сказал, «Я спущусь с небес на землю с двумя ангелами, поскольку свидетельство двух или трех – истина». Я посмотрю, подтвердят ли вопль Содома и Гаморры два ангела, потому что так свидетельство будет истинным. Почему он так сказал? Написано, что вопль Содома и Гаморры дошел до небес. Я хочу этим сказать, что здесь есть две реальности, небесная и земная. «Что происходит на небесах? Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То, что происходит на небесах, проявляется на земле. И Бог много раз использует ангелов, чтобы явить свою цель и волю, или открыть свою цель и волю. В 10 главе Даниила Гавриил вернулся с целым откровением и дал его Даниилу. Две главы этой книги, конец 10, 11, 12 главы – это целое откровение, которое принес ему ангел. Так Бог передал информацию с небес на землю. Далее. То, что происходит на земле. «Христос молился, «Отец, доминует меня чаша сия». Он просил об этом саду на земле, и Бог услышал его на небесах. Он послал ангела с небес на землю, который сказал Иисус, «12 легионов ангелов стоят на готове». На тот случай, если ты не захочешь исполнить мою волю. Конечно же, Христос все прошел и исполнил волю Отца. Что же это за учение такое? Я использую простое слово. Это богословский термин. Его нет в Библии, однако концепция есть. Я мог бы назвать это собранием или вознесением, но я использую термин, с которым знакомы люди по всему миру, и это восхищение. Живые святые смертных превратятся в бессмертных при появлении Христа на облаках. И мы поднимемся, чтобы встретить его в воздухе, но прежде чем это с нами произойдет. Воскреснут мертвые во Христе. Воскреснув, они получат прославленное тело. Восхищение — это момент нашего вознесения. Первое послание фессалонийцам. Вместе с ними восхищены будем на облаках, сретения Господу на воздухе. Вы можете называть это событие как угодно. День и час этого события Бог держит в тайне со дня основания мира. Он никогда не открывал ее ангелам, чтобы сатана не мог узнать, когда это произойдет. На то есть несколько причин. Есть причины, по которой эту великую тайну небес, тайну, о которой я сейчас рассказываю, нужно сохранить. Первое. Тайна возвращения Христа за своей невестой церкови сокрыта, чтобы ни сатана, ни ангел, и никакие силы зла не знали, когда это произойдет. Второе. Библия говорит так. Если у нас есть надежда на его пришествие, мы очищаем себя. Сейчас я скажу то, что некоторым людям покажется слишком резким. У меня есть наблюдение. Я говорю не обо всех, не о каждом служении. Я лишь делюсь своими наблюдениями. То, что я увидел, слегка меня беспокоит. Если вы верите, что Господь сможет вернуться в любой момент, у вас всегда будет сердце и дух раскаяния или смирения. Вы не высокомерны, не горды. Вы всегда смиряетесь. Если вы скажете или сделаете что-то не так, вы всегда готовы покаяться, поскольку знаете, что Господь сможет вернуться. Я встречал людей, которые не верят, что Господь вернется. Неважно, через сто лет или через пять тысяч лет. Я заметил, что эти люди, не все, но большая их часть, живут беззаботной жизнью и ни о чем не думают. Вы знаете, что по-гречески «любовь» — это агапы. Я называю жизнь таких людей в агапе, как в анапе. Они делают, что хотят, как хотят и когда хотят. Им все равно. Они считают, что Господь вернется совсем не скоро. Или вовсе не вернется. Поэтому Бог скрыл от нас день и час возвращения Христа с той целью, чтобы мы жили для Него и каждый день питали надежду. Что делает тот, у кого есть надежда? Очищает себя. Да, мы знаем, что кровь Христа очищает нас от всякой неправды. Но очищать себя — это значит не принимать в свою жизнь то, что может нас оскверниться. Вы, как и все те люди, которые верят в восхищение, склонны не просто лежать и ждать, когда произойдет какое-то перемещение. Наоборот, такие люди приносят больше даяний, чем большинство других, потому что верят, что Господь вернется и хотят быть частью жатвы последних дней. Один мой хороший друг как-то раз сказал мне, знаешь, почему в моей церкви мало тех, кто проповедует о возвращении Господа. Это может напугать людей, и они будут держаться за свои деньги. Зачем держаться за деньги, когда возвращается Господь? Зачем они вам? Я сам, к примеру, знаю, что близится последнее время, что Господь скоро грядет. Хочу быть верным в том, что имею. В Библии есть притчи о хозяине дома или виноградника. Он дал своим слугам деньги, чтобы те их приумножили. У того, кто спрятал деньги, хозяин все отнял, упрекнул и выбросил вон. Те, кто нашел способ вложить и приумножить деньги хозяина, были благословлены. Согласно притчам Иисуса, человек, который использует то, что у него есть для Бога, получит больше, потому что вкладывает то, что у него есть, и хочет приумножить это ради урожая душ для Царства Божьего. Люди, которые удерживают деньги, не верят в возвращение. Я привожу в пример людей, которых знаю. Чуть не сказал тысячу лет. Это тысяча людей, которых я видел за многие годы. Если они верят, что Господь грядет, они более свободно жертвуют. Почему? Они хотят награду на небесах. Они хотят использовать эти деньги для урожая последнего времени. Представление о том, что те, кто верит в восхищение, будут ждать его во время скорби, укрываясь в пещере, ошибочно. Те, кто верят, радуются тому, что Господь вернется. Многие знакомые мне служители годами говорили мне. Я рос рядом с людьми, которые просто ждали возвращения Господа. Это не проблема Господа, что люди так себя ведут. Это проблема кафедры. Библия говорит, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. И вот что я хочу сказать. Я верю, что Господь может прийти в любой момент. И Он действительно придет, когда будет готов. Но я не буду сидеть и ждать Его возвращения. Я не буду сидеть и думать, как все будет плохо. Я собираюсь пускать в оборот то, что имею, пока Он не придет. Суть в том, что Сын Человеческий придет в день и час, когда вы не ждете. Здесь два момента. Первый. Никто не знает ни дня, ни часа. Не тратьте свое время, покупая книги, CD или DVD-диски человека, получившего откровение о возвращении Иисуса. Если Отец не сказал этого Иисусу, Он не скажет и вам. Однако мы определяем времена и сроки. Мы способны видеть знаки и знамения времен, способны различать духовные сезоны. Павел пишет, мы не во тьме. Мы никак не верующие, и этот день не застанет нас врасплох. Мы не знаем ни дня, ни часа. Но если мы следуем за Иисусом, мы будем готовы. Мы не будем удивлены. Я хочу, чтобы вы поняли, что величайшая тайна небес, которую Бог хранит в Своем разуме, тайна, которая нигде не записана, — это тайна дня и часа возвращения Христа. Это будет славный день. Потому что церковь символизирует Его невесту, а Христос — ее жених. Об этом сказано даже в притче о десяти девах. Однажды жених вернется за своей невестой, и на небесах пройдет брачный пир Агнцем. Все мертвые во Христе воскреснут, и все живые святые будут восхищены, чтобы встретиться с Ним. Мы ожидаем этих событий. Я не собираюсь спориться. Каждую неделю я получаю книги, рукописи и заметки людей, которые много часов посвятили изучению этой темы. Они пытаются убедить меня, что восхищения не будет, что Иисус не придет до скорби. Это будет в середине или после. Мне пишут сторонники разных теорий, или же люди, которые вообще не верят в эти события. Скажу без хвостовства, со всей скромностью перед Богом, что я провел больше ста семидесяти тысяч часов, изучая Библию. Не могу сказать точно, как долго я изучал стихи о возвращении Господа. Я верю, что Он вернется. Вернется, чтобы забрать всех Своих святых и воскресить мертвых во Христе. Я верю, что Он придет до наступления великого и страшного Дня Господня и до того, как гнев Бога выльется на землю. Поймем ли мы по каким-то событиям, что Он уже идет? Да. Когда ситуация ухудшится? Когда наступят времена тяжкие? Да. Люди будут отступать от веры? Да. Но не теряйте надежды, что Господь вернется. Сохраняйте сердце и дух покаяния. Будьте смиренными перед Богом. Если вы что-то сделали не так, скорее покайтесь. И всегда просите Бога держать вас под защитой крови Иисуса Христа и помогать вам следовать за Ним, несмотря ни на что. Когда Он вернется, вы услышите звук трубы. Я надеюсь, что вам понравилось. Это скорее увещевание, чем учение. Пусть оно вдохновит вас ожидать возвращения Господа. В ближайшем будущем мы посетим несколько прекрасных мест. В конце программы расскажу, куда мы едем послужиться. Я подготовил несколько книг и дисков. Порой отрачу на исследование часы, дни и недели, чтобы вы извлекли для себя пользу. Оставайтесь с нами в программе «Фестиваль Манны». Здесь очень хорошо. Наши специальные предложения очень важные. Сейчас книга «Откровение» или «Апокалипсисом» интересуется столько людей, как никогда ранее. Люди говорят, а есть ли это в книге «Откровение»? Есть ли там вирусы, землетрясения, саранча? Является ли все это частью последнего времени, о котором говорили проповедники? И ответ на это — да. У меня в руках сборник из семи DVD. Не просто дисков, а DVD, на которых находятся таблицы, карты, писания и подробности. Это исследование книги «Откровение» от первой главы и до «Аминь» 22 главы. Вот название некоторых DVD. «Код Апокалипсиса» и «Небесный храм», «Небесный тронный зал», «Священство и начало скорби», «Два свидетеля», «Бема», «Дракон» и «Царство зверя». Вот еще один «Исламский антихрист», «Лже-пророк» и «Империя зверя». Еще один DVD называется «Загадочная метка три шестерки». «Загадочная женщина и тайна Вавилон». Вот чудесный диск «Тысячелетний код», «Тысячелет правления Христа царя». Еще один диск называется «Когда сатана будет связан, а небеса спустятся на землю». Мне понадобилось несколько лет, чтобы подготовить все это, исследовать греческие слова, исторические моменты и учения первых отцов. Вы получаете учение библейской школы на DVD. Я хочу, чтобы вы получили код апокалипсиса по особой цене. Не забывайте, что это 7 DVD и 15 часов учения. Он доступен вам по цене в 75 долларов. Вы получите набор в чудесной коробке. Кроме того, вы получите дополнительный DVD. В итоге у вас будет 8 DVD. Вы можете зайти на наш сайт, позвонить по номеру, который видите на экране, или написать мне на почтовый адрес, который также на экране. У этого предложения есть номер, и вы должны написать его, чтобы мы знали, что именно вы заказываете. Опять же, мы высылаем этот набор за пожертвования в размере 75 долларов или больше. Мы используем эти деньги только на служение. Вы многое узнаете. Будьте готовы. Я Брайан Катшелл, и сегодня я заменяю Пэрри Стоуна. Я знаю, что вам понравилось это удивительное учение о том, почему некоторые христиане выступают против Вознесения. Это хороший вопрос. Я не знаю, зачем кому-то, кто читает Библию, выступать против Вознесения Церкви. Лично я с нетерпением жду Вознесения. Это одна из тех вещей, которая видна во всей Библии. Это не событие, а шаблон, который мы видим в бытие, начиная с Еноха и далее к Илье, пророкам и Иисусу. Это удивительное событие, которого ждем мы все. Я знаю, что вам понравилось это учение, которым Пэрри делился на Елеонской горе. Именно туда Христос вернется во время Второго пришествия. Это был чудесный день для изучения Слова Божьего. Я знаю, что вам понравилось. Кстати, если вы любите подобные учения о последних временах, то вам понравится наше предложение месяцем. Мы предлагаем сборник «Раскрывая код апокалипсиса» по скидочной цене. Этот сборник посвящен книге Откровения. Если вы хотите лучше понять книгу Откровения, то вам нужен этот сборник. Следите за информацией на экране, чтобы узнать больше о нем. Скоро у нас будет тур по Израилю. Если вы любите Израиль и любите подобные учения, то вам стоит записать эту информацию. Мы расскажем вам о том, как присоединиться к Пэрри в Израиле в 2020 году. Сейчас в мире карантин. Это время ожидания, тревоги, в котором тяжело заглянуть в будущее. Но я верю, что Божье Слово ведет и направляет нас в подобные моменты. Хоть мы и не можем заглядывать наперед, мы знаем, что Бог рядом, что Он ждет нас, что Его благословение рядом. Все это готовит нас к удивительным событиям в этом мире. Я имею в виду, прежде всего, пришествие Господа и пробуждение на нашей земле. Я верю, что это время напряженной молитвы, которое принесет нам пробуждение. Я жду хорошего и чудесного впереди. Я верю, что слава Божия явится по всему миру. Уверен, вы тоже. Если вы хотите получить больше наставлений, то я советую вам посетить сайт ISO Международные Школы Слова. Заходите на наш сайт, и вы найдете много удивительных ресурсов. Пусть Господь благословит и сохранит вас. Пусть Он осенит вас и даст вам сил в жизни. И когда вы будете проводить это время наедине с Богом, не забудьте помолиться за наше служение. А мы, в свою очередь, будем и дальше молиться за вас и за другие служения, которые поднимают знамя крови Христа, помогая планам Божиим исполняться через Его народ. В это время мы призваны ходатайствовать друг за друга. Спасибо за ваши молитвы и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы больше узнать, а также зарегистрироваться заранее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!